Тяжелые последствия экстремального фото. За жизнь школьницы из Пружан уже сражаются брестские медики. Накануне девочку экстренно перевезли на реанимобиле в Брестскую областную больницу. Сейчас ребенок подключен к аппарату искусственного дыхания. Врачи состояние оценивают как стабильное, но тяжелое и не берутся делать прогнозы. Термическими ожогами повреждено 50% тела девятиклассницы. К чему может привести неудачное место для кадра в сюжете Виктории Патони? За жизнь 14-летней Яны третьи сутки борются врачи-реаниматологи. Сначала в районной больнице в Пружанах, теперь лучшие доктора области. У девочки обожено в результате удара электротоком 50% поверхности тела, большинство ран глубокие. Сейчас девятиклассница в реанимации самой крупной региональной больницы. Без сознания подключена к аппарату искусственного дыхания. Врачи делают все, чтобы спасти школьницу. И не спешат с прогнозами. Пострадавшая находится в стабильно тяжелом состоянии. Ей предстоит длительный курс комплексного лечения, которое будет включать не только медикаментозное лечение, но и ряд оперативных вмешательств, связанных с удалением погибших тканей и закрытием кожей ран. Напомним, несчастный случай произошел на станции Оранчицы около 23 часов в воскресенье. Две школьницы местом для фотосессии выбрали товарный поезд. Для экстремального снимка на мобильный телефон подростки забрались на крышу вагона, который находился под линией электропередачи с напряжением в 27,5 тысяч вольт. Им удалось сделать несколько кадров, прежде чем фотосессию прервала трагедия. Одно из девочек ударило электрическим током. В ходе фотосессии одна из девятиклассниц попросила вторую сделать снимок с большего расстояния. Та начала движение по вагону и позади себя услышала треск от электрического разряда и вспышку. Обернувшись, она увидела свою подругу, лежащую на вагоне. Происходящее увидели очевидцы, которые проезжали мимо на автомобиле и вызвали сотрудников МЧС и работников скорой медицинской помощи. Удар током не пощадил. Девочка получила ожоги третьей и четвертой степени тяжести. Серьезно пострадало лицо. С термоингаляционной травмой и ожоговым шоком она поступила к медикам. Причины и подробности несчастного случая с несовершеннолетней выясняют следователи. По статистике, с начала года на Белорусской железной дороге произошло около сотни несчастных случаев, в которых пострадали люди. Половина из них с летальным исходом, а кто-то и вовсе на всю жизнь остался инвалидом. Виктория Патоня, Сергей Лушников, Зона Икс.